Разрешите еще вопрос, покурить нельзя, хотя уши уже такие вот. Нафига они у тебя такие? Они у тебя и так такие. С рождением. Вон сигарет. Нашите разу. Да. Давайте по порядку. Вы номер телефона. Там где WhatsApp или что-то, Telegram. Где Telegram, плюс 7903, это мама будет. Ты не кричите на меня. Громко ли? Нет, ну нормально, лучше громко, плюс 7903, отправьте голосовое сообщение, что мы будем звонить в течение получаса. Катя, я сейчас тебе позвонил в течение получаса. Поздороваться. Давай. Пуф. Это нормально у вас? Да, у нас в доме не общались. Ну, а что вы сюда пришли, чтобы с домом общаться? Не пришли бы и... Нас очень жестко обманули. Да ладно, не может быть. Да ты что? Зарь ваш не может вас обманывать. Вы такой, что-то такой вот. Нам сообщили, что мы будем находиться на территории Курской области. Это я понимаю. И охранять границу вы должны. После чего нам сообщили, что мы едем в Ростов. И все. И все. С Ростова. А вы расскажете это все? Если захотите. Я все расскажу. Я все расскажу. Мне ничего не скажу. Все что знаем. Все расскажу. А ФСБ что вообще-то? По телевизору. Ну, это племянник мой, да. Ну, это значит, это... То, что по телевизору рассказываю. И во всяких телеграм-каналах. А что рассказываю? Ну, то, что вы плохие и все остальное. Плохие кто мы или украинцы? Ну, украинцы. Пока мы... Ну, плохие. Мы всех убьем. Пока мы... Когда мы попали. Привет, мам. Пап. Я в течение получаса вам позвоню. Голос у тебя такой. Типа сейчас тебя убьют. Не. Он мне такой убьют. Короче, смотрите. У нас... Колхозная история. У меня нету петличек на вас двоих. Поэтому микрофон будет лежать тут. И вы будете говорить громко. И этот тоже будет лежать тут. Потому что я буду в принципе громко. Громче говорю. Попробуем там. У вас просто там вызвалось 155 человек. Короче, поговорить. Я даже не знаю. Как это все сделать. Ну, мы с ним вместе с самого начала. Вы с одного города? С одного города. Различного. Призывались. Я просто подумал, что оптом будет быстрее. С военкоматом вместе? Нет. Военкоматы разные. Я с Ольгой в Ансраильске. Километров разница. Ну, какая разница. Ну, и вы типа воевали вместе? Да. С самого начала вместе. С Лен попали вместе? Да. Все вместе. Круто. Это хорошо. Братья по несчастью. Я бы сказал, братья по счастью. Потому что вы живые. Это да. Ну, да. А на день рождения подарки дают? Шутка. А какой ты подарок хочешь наденешь? Да не знаю. Ну, давай. Конфетку или сигарету. А когда у тебя деда? 23-го. 23-го через два дня? Да. Уже сигарету выпей. Съел свой подарок. Офигеть, короче. Так, все, готово. Телефон разбил, видно? Офигеть. Нет, уже забрали телефон. Нет, это понятно. Я подарил. Да не, вот, короче. Тупо как раз в камеру. На которую снимаются. Зубочисткой расковырял. Я ничего не намекаю самсунгу? Ну, я вас вспомнил бы. Подгоните телефончик новый. Это у нас побитый основной камер. Так, а ну. Готовы? Да. Что делать будем? Ну, рассказывать. Представиться сначала надо. Что еще надо? Поздороваться. 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 Вы теперь громче говорите. Вы говорили. Тогда громче сейчас. Да, давайте, давайте представляться. Меня зовут Дмитрий. Дмитрий. Это клуб. Ну, давайте придумаем. Это клуб потерявшихся военнопленных. Прикольное название? Так уж вроде не потерялись. Вы же сказали, что хорошо. Это клуб кинутых военнопленных. Так лучше. Так лучше? Так лучше. Брошен. Ближе, да? К телу кинутых. Давайте по порядку. Вы? Я Шаповалов Николай Николаевич. Тата рождения у вас? 23.04.1994 год. Вы? Данилин Александр Владимирович. 28.12.1995 год рождения. Где вы родились? Я родился в Воронежской области, в городе Бутырлиновка. В Курской области, Львовский район. А проживали вы? Прошу не шарудить над ногами, потому что там люди, которые смотрят на телевизоре. На данный момент проживаю в Курской области, в Рыльском районе. В Рыльске. А вы тоже из Курской области? Из Курской области. Почему я решил объединять истории? Потому что там много очень военнопленных хочет пообщаться. Поэтому я подумал и понял, что будем клубами по интересам. Это клуб у нас кинутых военнопленных. Они сами сказали. Я еще не знаю, как их кинули, но кинули. Будет, наверное, интересно. Что вы знаете про такую организацию, как Красный Крест? Я первый раз слышу. Красный Крест – это организация, которая оказывает помощь людям, которые в ней нуждаются. Например, было землетрясение, был голод какой-то в Африке. Они туда едут и помогают. Также Красный Крест помогает военнопленным. Они находятся нейтрально. Украина. То есть, вот есть мы, Украина. Есть вы, Рабзия. Есть вот Красный Крест, который организация международная, гуманитарная. Они попадают к военнопленным в Украине и попадают к военнопленным в Рабзию у вас. И, типа, якобы они являются нейтральной стороной и обеспечивают связь между родными. Ну, то есть, типа, нашему военнопленному дают возможность написать записку. И потом, когда-нибудь эта записка, как показывает практика, от одного до четырех месяцев попадает, ну, там, в семье, куда написал военнопленный. Точно так же вы можете написать записку. Через Красный Крест она пойдет когда-нибудь туда. Нам, блогерам, выставили претензию, что мы нарушаем, якобы, ваши права. У вас, будучи, вы когда находитесь в плену, вы защищены Женевской конвенцией от 1949 года. Знаете, почему от 1949 года? Нет. Потому что Рефия не подписала свежие конвенции. Там были и от 1917 года, и от 1919 года, в которых написано, что военнопленные могут звонить домой. Вот они порешили, что не надо этого делать. Как вы думаете, почему они так порешили? Ваша супер страна. Ну, возможно, не хотели, чтобы связывались, сообщали. Да, есть такой, это теория, вариант. Ваша версия? Да, я думаю, много кто лишнего что говорит. Ага, согласен. Потому что нельзя будет контролировать разговоры людей. Да. Поэтому записки и через главный офис так пойдет. Я вам прочитаю, если вы позволите, там много статей в конвенции, но есть 13-я статья и 14-я статья. Это они написали в отчете, что мы нарушаем эти статьи. Почитаем? Ну, вам интересно? Давайте, давайте. Прикиньте, у вас даже есть права в плену. Ни хрена себе, да? В самом шоке. Кто будет читать? Да, давайте. Заю. С военнопленными следует всегда обращаться гуманно. Любой незаконный акт или бездействие со стороны держащих в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящихся в его власти или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются и будут рассматриваться как серьезные нарушения настоящей конвенции. В частности, ни один военнопленный не может быть подвергнут физическому калечению или же научному или медицинскому опыту, какого бы то ни было характера, который не оправдывается соображениями, лечениями военнопленного и его интересами. Военнопленные равным образом должны всегда пользоваться защитой в особенности от всяких актов насилия или запугивания, от оскорбления и любопытств толпы. Применение к ним репрессии воспрещается. Ну и вы не дочитали. Я 14 читал. Воспрещается. Да, да. Теперь вы давайте. Это была 13 статья конвенции. Статья 14. При любых обстоятельствах военнопленные имеют право на уважение к их личности, к чести. К женщинам следует относиться со всем полагающимся их полууважением и обращаться с ними должны во всех случаях не хуже, чем с мужчинами. Военнопленные полностью сохраняют свою гражданскую правоспособность, которой они пользовались во время захвата в плен. Держащая в плену держава может ограничивать осуществление прав, предоставляемых этой правоспособностью на своей собственной территории или вне ее, лишь в той степени, в какой это требует условия плена. Вы знаете две статьи, по которым... Вы поняли их текст смысл? На том том, просто написано. Меня блогер обвиняет Красный Крест в нарушении этих двух статей в отношении вас, военнопленных. Можете прокомментировать? Почему? Вот, а вы? Все, хорошо. Непонятно, почему вас... Кормят, поят. Ко мне не относятся, я знаю, что скормят, поят, но я блогер этим не занимаюсь. Пленные тоже не понимают Красный Крест. Почему вы приписали то, что я нарушаю 13-ю, 14-ю статью? Возможно, я так думаю, я, конечно, апостол. Возможно, не от... имея в виду любопытство толпы. Военнопленные равным образом должны всегда пользоваться защитой, в особенности от всяких актов насилия, запугивания, оскорбления, любопытства толпы. Применение к ним репрессий воспрещается. Ну, репрессий я к вам, понятное дело, не провожу. Вроде не оскорбляю, не насилую. Вопрос с толпой. Выкладывание ролика в интернет, потому что это будет мой следующий вопрос. Это есть какой-то пункт, касающийся толпы? Ну, возможно, блогеру надо задать вопрос, можно ли выложить с нами видеоролик? Круто, да, я этот вопрос задам. И после чего мы даем согласие или не даем? Да, если вы даете, то что? Выкладывайте без каких-либо проблем. Без последствий, без последствий. Дело в том, что мы выкладываем только ролики с людьми, которые нам дали согласие. Потому что если мы выложим без вашего согласия, вас когда поменяют, вы пожалуетесь в YouTube с фразой о том, что я не давал согласия, меня заставили. А YouTube посмотрит начало ролика и скажет, так вот же ты согласился, что ты обманываешь. Я задал вам этот вопрос. Даете ли вы добровольное согласие на запись и публикацию данной беседы? Да, да, да. Я вас заставил это сделать? Нет. Буквально там час или два назад была группа людей, которые быстро уходили и приходили. Кто эти люди были? Они просто отказались от видеозаписи, от интервью. Да, их достаточно много. Кто не хочет, чтобы... Ну, короче, кто не хочет быть в YouTube, не хочет пообщаться, не хочет быть публичным, поэтому они отказываются. Мы эти ролики, естественно, не выкладываем. Они лежат для архива. И когда-нибудь, когда кто-то нас попросит или уже просил и мы демонстрировали, вопросы снимаются. Ладно, возвращаемся к вашей истории. Что вас кинули-то? Обещали одного. У нас свободная беседа. Можно? Я расскажу просто всю историю и все. По порядку и... Давайте тогда пока пару общих вопросов до истории. У вас семья есть? Да. У вас? Есть дочь, но вместе ничего. Разведенный? Гражданский брак был. Понятно. А у вас? Жена и ребенок. Жена и ребенок. Сколько ребенку лет? Дочь пять лет. А, понял. Кем вы работали? Я работал программистом на заводе. Офигеть! Я тоже программист. Что программируем? Давайте не будем. Я понял, для галочки, да? Боже, это было. Что же у вас все для галочки? Пусть будет системный администратор. Админ? Да. Сколько Windows было на заводе? В локальной марежи сети? 6? Больше. 31? О, серверный еще. Под Windows? Ну, Windows сервер. Ну, какой? 2003? 3, 12, 16, 19, 22. Что это такое, что было? Я такого не знаю. Ну, года. Windows 2003, 2006. 2012, 2016, 2019. Сколько всего в сети было компьютеров? У меня? Да. 70. О, нормально. А что за завод? Не важно. Самое интересное, какие-то военные там делали или что? Да нет, сахарный. Да нет, сахарный. Нахрена сколько компьютеров? Ну, понимаю, директор. Коммерческая служба, бухгалтерия. Ладно, понятно. Понятно. И так далее. А вы? Бетончиком настройки. Что что? Бетончиком настройки атомной электростанции города Курчатово. Ух, блин, тета фортанула. Курчатовская, да? Да. А там еще есть лаборатория ядерных реакций. Насчет этого я не могу сказать, я не знаю. Я там был. Я нет. Почему я там был, а вы там нет? На самой стройке был, а дальше не знаю. Да хоть стержень там в карманы домой, нет? Работа с бетоном и с арматурой. Я уже просто с ума скажу, короче, поэтому мне хоть надо ноткой позитива и добра. Мы там имеем админа, короче, имеем ядерщика. Кого нам еще? До этого был кто-то. А до этого военный был. Образование? Средне-специальное. По специальности? Техническое обслуживание, средства вычислительной техники, компьютерных сетей. Ну, прикольно. А вы? Среднепрофессиональный, слесарь по ремонту автомобилей. У меня машина поломалась. Можем? Что за машина? Электро. В электронешоке. Факен щитинг. Вы уже спрашивали. Еще, чтоб машину сделали, короче. В обмен на сигареты. Пока нема, нема фахивцов, короче. Все, теперь серьезно. Все, общие вопросы мы прошли. Давайте по сценарию, как договаривались. Да нет, мы не договаривались. Чистая импровизация. Наваливались. Все началось с 25 октября. Прислали повестки. Вот. Ну, прийти военкомат, отметиться. Ну, как обычно. Вот. Прибыли военкомат. Нам сообщили, что мы мобилизованы и собирать вещи и собираться в часть. Вот. После чего мы прибыли. У вас такая же. Да, да, да. Тоже самое. А вы в один день и все. Да. Ну, то есть, в одной части, во всех. Все туда. Я просто кратко рассказываю. Я больше не перебиваю. Вот. Прибыли в часть. Часть 11-262. Проходили там поверхностное обучение огневой подготовки, тактическая подготовка, инженерная, медицинская. После чего нас перевозили по городам разным. В Старый Оскол, в Щебекино, в Белгородской области. Ну, там мы уже подготовку не проходили, а более, как бы, ну, обустраивались в обороне. Ну, в области. Вот. Нам все время сообщали то, что мы территориальная оборона. То есть, мы будем находиться все время на данной, то есть, в Белгородской области, либо в Курской. Ну, то есть, за пределы своей страны нас никуда не должны были отправить. Вот. После чего нам сообщили то, что мы должны отправиться на эшелоне в сторону Ростовской области. Это было уже после Нового года. Угу. После Нового года. В феврале. Это вы, получается, ноябрь, декабрь, январь, три месяца зашарились. Пять. Пять. Угу. Пять месяц. По 190 тысяч вам платили. Да. Находились мы на территории России. После чего нам сообщили то, что мы едем в Ростовскую область. То есть, я уточню, реальная подготовка какая-то была, потому что фраза поверхностная подготовка, она такая же. Это было все поверхностно. То есть, реальной подготовки не было. Сколько раз вы постреляли? Не стреляли мы. Не плачьте. Стреляли мы достаточно много по мишеням, но так и таковы подбежали к позиции, постреляли и убежали. Все. Ну, достаточно много. Пятьдесят магазинов? Ну, где-то да. Пятьдесят магазинов? Ну, примерно, да. По тридцать патронов? Ну, смотрите, со срочки и сборы, не сборы, мы столько не стреляли. Нет, от момента, как вас мобилизовали до фронта, сколько вы на учениях постреляли? Ну, да, магазинов пятьдесят. И вы тоже? Ну, это и так, да. Примерно так. Ни хрена себе. Что, полторы тысячи патронов завалили? Ну, да. Офигеть, так это спецназ, DVD, ВДВ. Вы первый, кто говорит о том, что такое количество быка было потрачено? Да нет, но это было потрачено тупо. Это просто вышли, вот так вот выстрелили, там, грубо говоря, даже мишени не было видно. Просто в поле. Просто в поле. Так это звучит, как типа, тупо перевод патронов? А сколько у вас человек? На полигоне, на этом так движевало? Ну, тысяча где-то было. Охренеть они патронов тому работали? Вот. Тупо в никуда, да? После чего, ну, вот я рассказываю, нас отправляют эшелоном в Ростовскую область. Все это, как бы, в кавычках, документов никаких нету. То, что мы туда должны были перемещаться. И останавливаемся мы в шахтах. Где-то, ну, не доезжая шахт. Город. Шахты. Выгружаемся на платформы. Проверяют у нас все вещи. Приезжают КамАЗы, Уралы. Нас прямо на этой же платформе разделяют всех. И грузят в данные автомобили. После чего мы попадаем, как оказалось, в Донецк. Да. Вот. Мы тоже были в шоке. Никаких ни документов на нас. То, что мы должны были туда переезжать, там, ну, как боевое распоряжение. Распоряжение. Вообще ничего нет. Вот. Первый день в моей непонятках. На второй день к нам приезжают непонятные люди. И... Что такое непонятные люди? Ну, непонятные люди. Это... Это понятные, это непонятные. Непонятные люди. Это, грубо говоря, либо начальник штаба, частик какой-то, ну, который нас прислали. Либо сам... Короче, приехал кто-то. Приехал кто-то и сообщил такое интересное сообщение. Кто попытается выйти за территорию, на которой мы находились, будет расстреливать, либо избивать. Причем всех. То есть, нас туда насильно. Сколько вас туда насильно? Ну, поштучно не надо там. Ну, не поштучно. Ну, 200 человек. Ну, грубо говоря, да. Около там. Вот. Но это 200 человек, еще в разных местах подправляли. То есть, не только мы. То есть, с этого эшелона, сколько нас там ехало, человек 600, наверное. Вот. Нас еще разделили. Нас насильно. То есть, целый месяц мы гуляли там, по этой территории. Иногда вывозили в магазины. Ну, покурить, купить. Что вы ели там? Готовили там местные. Ну, типа полевая кухня. Ну, да. Полевая кухня. Ну, нормально кормили. Все нормально было. После чего мы попадаем в Красногоровку. Это когда? Это было в апреле месяце, в начале 2-го, 3-го числа. Итого имеем. 20 октября вас мобнули. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. По сути, 6 месяцев вы шарили. Не, ну, так вы нормально устроились. Вы балдели. Вам капало почти 200к зарплата. Миллионерами стали. Попали мы в Красногоровку. А? Не все. Почему они все? У кого кредиты, у кого долги. Попали мы в Красногоровку. Тоже завезли нас. Тоже угрожая. Как это угрожает? Ну, расстрелом. Типа кто убежит или кого не найдем. Мы все равно найдем и... Сказали, с Донецка вы никуда не выйдете. То есть, если вы даже попытаетесь сбежать на контрольных пропускных пунктах, вас задержат и вернут обратно. Но последствия будут плачевные. Были те, кто пробовал сваливать? Были. Возвращали, избивали. Некоторые смогли как-то, каким-то чудесным образом прорваться. Пересечь. Либо эти блокпосты, ну, пересменка была, либо еще что-то. Они маяковали, что мы выбрали? Ну, смылись, да. Нет, тут два варианта. Либо они потом отмаяковали, что я свалил, все хорошо. Либо вы просто... Нет, ну, тишина. От одного тишина, а второй есть. От одного и пришло сообщение, что он был задержан. Ну, уже в России. Ага. Короче, их там еще и отлавливают свои же. Да. То есть, бежать некуда было. Того, кого поймали, что с ним было? Избивали, возвращали обратно. Сильно били? Ну, я не знаю. Мы их не встретили, потому что мы были две недели в Красноборовке. И после чего у нас... Прикольная армия? Класс. Лайк, подписка. Лайк, подписка. Уточняющий вопрос. Я его не спросил в начале. Вы срочку служили? Да. Кем, когда? Служил я в тринадцатом году на космодроме в Плесецке. Видели? Да. В Ангару запускали. В Ангару запускали. В Ангару? В Ангару. Такая игра эта херня? Не, но все равно это был самый высокий класс ракеток на данный момент, когда запускали. Хреново, что она не взорвалась. Было бы прикольнее. А вы? В 15-й год. Радиотелеграфист в Мурманске. Тут, 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 тут. Не учил, не знаю. Даже в глаза. Морозянку не знаете? Нет. И что я знаю, вы нет? Вы же телеграфист. Вот так учили. Да. Перебил вас. Две недели в Красногоровке. Две недели мы пробыли в Красногоровке. Те, которые там прибыли, те, которые там находились, их разделяли на штурмовые отряды и на те, которые выносят трехсотых, двухсотых. Эвакуация. Эвакуация. Вот штурмовые отряды мы не были готовы. Мы не готовы, не пойдем. Мы не готовы, не пойдем. Мы не готовы, не пойдем. И что вы скажете? Трехсотом, да? Да. Трехсотом. Группа эвакуации. Вот. И в один прекрасный день 14 апреля. Так, давайте до 14 апреля. Сколько по итогу вы поработали эвакуаторами? Две недели. Сколько за две недели? Много? Двухсотых, трехсотых? Достаточно. Это, достаточно это число какое? Ну, достаточно. Человек восемь, двухсотых и трехсотых. Очень много. Очень много. Ну, очень много это. За тридцать. Так это немного. Ну, для меня это было очень много. Видеть это все, страдания людей. За что эти люди страдали? Ну, давайте мы не разойдемся, пока мы не ответим на эти самые главные вопросы. В беседах должен быть смысл, поэтому потом дойдем до последнего дня оккупационных войск ваших. Давайте отвечать на вопрос, за что эти люди двухсотились, трехсотились? Давайте вы начните. За не своей территории. Глубоко, четко. Да. Люди идут, не знают куда. Точнее, не знают для чего. Им сказали, они идут. Идея какая? За бабки. За бабки, либо запугивают. Больше вариантов нет. Можно так победить? Нет. Ну, когда так одновременно сказали, вы так прониклись. Ну, потому что, побеседовав с вашими ребятами, с украинцами. А вы расскажете. Давайте. Вот. Давайте. Вы же оккупанты, вы это понимаете. Ну, да. Давайте поспорим, почему вы не оккупанты. Ну, я не буду спорить. Почему? Ну, я не буду спорить, потому что заслали, да, мы оккупанты. А вы? Тоже. То есть, мы отдельное государство, сами по себе. Ну, да. Получается так. Ну, наверное, я же спрашиваю. А давайте-ка вы вдвоем рассказывайте все, что вы знаете про Украину. Оба два штуки. Честно, я не интересовался. Я не верю. Не интересовался. Я не верю. Знаешь, что вы какой-то скрытый разведчик. ВРУшник, потому что у вас есть легенда. Как это так? Вы пошли, напали на чужую страну и про нее ничего не знаете? Что вы знаете про Украину? Ну, то, что она... Все, что я могу знать, это то, что воюет она с четырнадцатого года. Только с кем я не могу понять. Вы? Ну, я читал в разных телеграм-каналах, и как по новостям говорят, то, что в Украине много добровольцев с разных стран пригнанные сюда воевать. Ну, за Украину. Смотрите, вы выбираете конструкцию добровольцев пригнанных сюда. Если он доброволец, он уже не может быть пригнанный. Он, значит, сам добровольно приехал. Присланный, присланный. Нет, не может доброволец быть присланный. Ну, причем может. Он сам приезжает. Нет, но он добровольно согласился поехать на Украину, ну, воевать, и его прислали. Нет, он сам приехал. Кто его пришлет? Ну, государство другое. Нет. Как? Как? А? Своё где он? Да. Ну, ткань. Согласен. Всё, я понял. Неправильно поставил. Чувак вызвался. Я буду воевать против Рашиков. Ему говорят, хорошо, иди подписывай контракт. Он приходит, подписывает у нас контракт и ведёт воевать. Согласен. Вы правильно сказали, что это добровольцы, а не наемники. Потому что наемники у вас есть ваннеры. Вот. И, как говорят, вот эти добровольцы, это наемники. Ну, в разные... Ты только что сказал? Нет, я просто дальше рассказываю. Ну, хорошо. Но за то время, пока я здесь находился, и находясь сейчас здесь в плену, пока что доехал, я ни одного не встретил. Что? И говорят, что здесь нет никого. Нет, они есть добровольцы, иностранцы. Ну, это нормально. Нет, ну, я понял, что есть. Что еще говорили? Ну, так вы ехали воевать с добровольцами. Нет, ну, я неправильно поставил вопрос. Точнее, это ответ. Что вы знаете про Украину? Ну, помимо того, что тут добровольцы и наемники присланы. Кто знает про Украину? Да. Ну, в четырнадцатом году, когда все начиналось... Что начиналось? Ну, вот эта война какая-то непонятная. Что же непонятная? Понятная. Вот. Каким-то образом Крым забрали в Россию. Вы правильно сказали, забрали силой. Вы? После чего все остальные территории тоже каким-то непонятно. То ли запугали людей. Тоже непонятно. Очень интересно, ничего не понятно. Очень интересно, но ничего не понятно. Будем раджировать. Почему так происходит и как из этого выйти? Почему происходит, я могу ответить. Как выйти из этого? Тоже могу ответить. Но перед тем, как я отвечу на эти вопросы, давайте вы ответите на вопрос. Какое население Украины? Ваша версия? Там, я уже говорил миллионов пятьдесят. Ваша версия? Я интересовался, я же не могу сказать примерно сколько. население вашей воде то есть 150 сусом по моему тоже не интересоваться федеральных округового сколько этих субъектов ну вы реально продвинуты вы не интересовались сейчас вы говорили в прошлый раз вспомнить быть это было тупо совсем недавно 79 89 хорошо с этим мы разобрались теперь у нас следующий вопрос заключается в том последний день в составе оккупационных войск расскажите его как это было перед тем как нас взяли ну да вы проснулись 6 утра пошли приняли джакузи кофе короче сэндвич ладно расскажу давай 14 апреля точнее 14 13 вечера 13 вечером приходит распоряжение на командира нашего что необходимо четыре человека отправить на точку где есть 300 и где якобы наша позиция наши там держит крепко обороны непонятно у нас собрали четверых экипировали дали поесть на несколько дней вот и отправили прибыв на точку где мы должны забирать 300 мы никого из наших не нашли кроме одного трехсотого звали на заваленного блин даже это уже темно было это было уже темно но вы приходите там развалины блин даже там кто-то кричит да кто-то кричит вот но мы поинтересовались как оказалось это соседние союзники мы их называем соседнего части либо бригады просто человек мы доложили по рации то что мы нашли одного и нам приказали его выкопать достать оттуда вот ночью мы попытались его откопать но при попытке откопать блиндаж насыпался все сильнее сильнее его придавлен его придавливал и решили стоять до утра до светла до светла вот утром до утра мы нашли блиндаж и изредка выходили дежурить по очереди из этого блиндажа на утро мы попытались опять достать данного человека засыпанного как оказалось у него он засыпан у него торчит одна голова и правая рука свободно свободно все остальное засыпано по ощущениям но как мы у него спрашивали он сообщил то что у него повреждены ноги либо поломанные либо осколки он точно не может сам сообщить после чего начался сильный артобстрел хороший артобстрел мы спрятались блиндаже блиндаж достаточно крепкий был с хорошим перекрытием ну и достаточно просторный обстрел был несколько часов не высунешься каждый раз когда мы пытались высунуться из него был прилет прямые попадания по блиндажу ну как нет после чего артерия замокла на несколько минут прям 5-10 мы уже собирались что-то делать либо 4 4 либо убраться оттуда либо копать дальше но мы не успели даже выйти услышали голоса вокруг нас ханда хох грубо говоря на любом языке на французском русском вот блин на русском выходите сдавайтесь и хвата хлопцы за сборщину один из нас который вел группу начал отстреливаться дурак прям с блиндажа блиндажа провестила грамот то есть выхода не было прилетели гранаты выстрелы и выстрел с рпг блиндаж вот после первого внутрь туда да да прикольно там было нет было неприкольно возможно даже сознание потерял потому что мне сказали что еще две гранаты было после рпг после чего данного который отстреливался ран ранила и погиб истек крови то есть нас осталось трое уже нормально контуженные такие да и третье начал кричать и мы сдаемся мы выходим не убивать и мы вышли вас трое для трое и второе а он уже был у меня беседе нет он был с донецка с макеевки а все я понял а за вас еще деньги заплатили да нет для фонда дмитрия владимира наверно не знаю он короче там осталось до подписчики вы заплатили за них они не помнят записывали с вами видео до записывали для дмитрия владимира люди за вас заплатили день нашим защитником за то что на хрена этот чувак решил поиграть в дартаньяно и повоевать из даже служил раньше где этого контуженный чуть-чуть мы ему сказали лучше не надо не слышать не слышал ему кричать надо было на ухо ну и я так понимаю что если бы он не отстреливался вы бы все спокойно тупо вышли и все я думаю до четверо стержи вы были что наши вам рассказываю наш рассказывали то что мы оккупанты я с ними согласен молодцы что-то что мы с какими целями сюда прибыли для нашей на их землю для чего для чего вы прибыли что вы ответили то все то же самое нас обманули нас заслали сюда клуб кинутых россиянинов мы сделаем хайповое название клуб рассерженный на свою страну на свою страну чуть-чуть как это ну а что толку вот что мы вдвоем сделаем в своей стране вот таких как вы еще 140 миллионов да кто пойдет а кто не клуб рассерженных россиянинов так назовем ролик скобочках кинутых привет стрелкову он создал клуб россиянинов рассержен вместе с этом двумя идиотами что еще наши рассказывали то что вооружение у вас лучше пока мы сюда ехали говорят то что вы там стреляете не сравнится с нашим они правду я хочу сказать за время пока я был в красногоровке это правда наваливают нормально да какие-то идеологически данилин те ждем шаровалов ждем она ответила хорошо хорошо так что звоним дальше ешь еще интересно рассказать рассказали самое важное привет кому-то передать хотите родным близким это вы сейчас поговорите нет имеют ввиду командирам которые вас обманули и сказали что будете играть второборону на границу не хочу вообще вы рассержены так сильно вот если бы он сейчас стоял рядом чтобы ему сказали да то же самое сказать я не хочу видеть в данный момент не предполагаем что вы там у себя да я плюнул бы в морду красавчик потому что так не делается как делать надо было предупреждать хотя бы морально что подготовка была они так что если бы тебе сказали что дальше умирать тебе это помогло нет там кому-то мы звоним уже не добрый день почему я человек журналист из украины я зовут дмитрий а вас как зовут нет не знаю я знаю просто номер телефона и знаю что ваш муж плену вы знали что он в плену они в плену в украинском и что теперь делать если вы хотите с ним поговорить вы должны со мной вы должны дать мне согласие на запись и публикацию вашего разговора я задам еще раз вопрос если вы хотите с ним пообщаться вы должны мне дать согласие на запись и публикацию вашего хорошо как это будет происходить как мы будем общаться и как я должна дать согласие вы уже его дали я как происходить ему сейчас за телефон и вы будете с ним общаться а где вы будете это публиковать в интернетах американских ну ну на youtube чеки на нашем у нас есть youtube канальчик владимир золкин он называется там уже таких 700 штучек записано лежит я не владимир золкин я дмитрий я не владимир золкин я дмитрий я не владимир золкин я дмитрий но про канал я слышала так хорошо они в плену да они с ними общаются да какие будут действия какие что от нас от вас или как это что дальше должно быть ну дальше ну вы с ним поговорите о чем он должен это все рассказать а он вам сам расскажет что надо делать ну давайте я с ним пообщаюсь я отдала согласие я понимаю у него временное награниченное общение со мной нет нет хорошо мы с ним поговорим вы не говорите где вы и вы не говорите кто с вами находится в плену хорошо ты побритый Катя привет он в плену то ничего нормально все хорошо не обвязаю тебя там нет все нормально кормят лечат кормят а лечат а чем ты болеешь не поют да так у меня там пальчик болит где пальчик у тебя болит на ноге на ноге на ноге а что случилось на гвоздь наступил а я поняла ничего заживет пальчик калечим все нормально что с вами дальше будет скажи мне родной что дальше ну ждем когда будет обмен а когда мы должны что-то для этого сделать это неизвестно что-то должны я тоже не знаю либо сообщить куда-то а почему с вами репортер я вот не знаю как бы это первый случай когда с пленными репортер сидит звонит ну вот как бы сколько операция идет мы никогда такого не видели не знаю ну вот а вы политикой поинтересуйтесь и вы узнаете сколько уже в плену и ваш муж где-то семисотый да а давно вы там просто ты уже давно на связь не выходил мы потеряли тебя мы волновались ну с четырнадцатого числа с четырнадцатого числа да да хорошо с чем вы там занимаетесь расскажи мне вы работаете или я просто это что тюрьма мы находимся в плену ну и что вы просто сидите вам нельзя говорить чем вы занимаетесь нельзя нам ничего говорить мы просто ну я не буду интересоваться лишь бы это как я поняла вот а вы еще будете на связь выходить или что или как если разрешат будем если разрешат будете так хорошо а ты ну а я не знаю что еще задать какой тебе вопрос или ты у меня что-нибудь спросили я не знаю я я я я сам в шоке главное чтобы тебя не обижали ладно вот там нормально все ну да ну как ну мы справимся мы справимся главное чтобы тебя вернули мы мы нас вернут обещают вернуть обещают вернуть ну как у них конечно ты ты же сам знаешь у нас деньгами очень туго но у нас ничего нет как бы но я бы если бы я не знаю я хорошо я вообще ничего не могу вообще никак вот так что-то зарисает у тебя связь как-то потрясает связь плохая это у вас плохая связь а у нас да а у вас нет это у вас ну у нас вай фай как-то видишь что-то не работает я не знаю что вам почему так вот тебя нету и проблемы всегда ты знаешь техника у меня ну да ладно ладно ждите когда мы сможем когда вернут я тебя я люблю не переживай ты вернешься мы тебя ждем все будет хорошо все хорошо подожди подожди подождите можно с вами поговорить да да а зачем вы мужа отпустили воевать куда воевать украинцев убивать хорошо я бы его не отпустила никогда в жизни но у нас законодательство такое если бы он не ушел его бы посадили в тюрьму то есть пусть идет убивают украинцев чтобы не сидеть в тюрьме мы не хотим никого убивать нам обещали что наши мужья будут стоять на рубежах российской федерации почему они были отправлены в украину мы не знаем они стояли на рубежах российской федерации на охране какой то пуск или где там они же когда вас оттуда забрали в феврале в конце февраля он с февраля уже по украине бегает с автоматом ну нам то никто ничего не говорит ну вы же то были с ним на связи что вы ему не сказали едь домой а как он может уехать его же там могут убить за то что он не выполняет свои обязанности прикольная страна прикольная у вас страна которая может убивать своих людей ну я знаю по нашим новостям ваша Украина так же поступает как то я не знаю вы расскажете ей новости не у них все по другому как ну я надеюсь это просто нас обманывают да это у нас телевизор и телеграм-каналы такие интересные которые сообщают ну видишь из нас дураков просто делают да мы то люди то на правду скажут мы то смотрим на что на телевизор и на интернет все верно все верно здесь все по другому здесь все как положено и по нормальному расскажите как у нас здесь это интересно мы должны правду смысл то должен быть какой то в этом все я когда попал в плен и общался с ребятами которые ну украинцы они очень много интересного рассказали то что здесь не так происходит как нам по телевизору показывают и как бы телевизор я видел каналы федеральные у них все нормально все хорошо хочется в это верить просто я нету больше слов просто я не знаю я в простеренности я никак не ожидала ничего что такое может с нами произойти ну так вот происходит нас обманывают все воля божья нас обманывают а мы верим я не согласен на тему воля божья какой у меня шеврон апостол Дмитрий я апостол бог не давал вам волю и задачу идти убивать людей эту штуку придумал ваш царь которого я не могу материться на букву Х его называют а вы рабы которые под угрозой расстрела своих пошли убивать других граждан других людей вот это правда никакой нахрен воли божьей тут нету вот мы люди подневольные мы вы рабы я с вами я с вами согласен вы рабы спасибо за что хоть в этом месте вы не спорить не сильно приятно разговаривать с человеком который ссылается на бога который говорит о том что ну ну видите все равно даже мои слова подтвердились то что нас сюда так думаете я что-то могу слышать всем мобикам рассказывать что будут стоять на границе ну да вам повезло потому что вы прошарились пять месяцев по сути да ну это что-то новое для меня нет для людей Серега не спит серьезная история короче бог все дела серега спит лайк поставил поставили красный крест подписчика можно так обращаться так теперь ваша очередь да готовы готов к чему к разговору с мамой или с папой кто-то буквально а чей вы дали телефон мамин что папа может взять бывает Данилин да так Марьяна Владимировна я не запомню принадлежал записку «Алёё» «Здравствуйте» «Здравствуйте» «Как у вас дела?» «Алёё» у вас здравствуйте вы улыбаетесь уже меня знаете давайте перезвоню без видео потому что сверхдержава что-то интернетом американский блокирует это остров в деревне интернет то есть они по празднику нет даже без праздника будет теперь слышим то меня зовут дмитрий я журналист позвоним на обычный номер мобильный почему я на вас еще деньги должен тратить что же вас за сверхдержава что даже не можете обеспечить связью страну свою теперь слышно я вам звоню на обычный телефон без этих американских интернетов американский меня зовут дмитрий меня зовут дмитрий я журналист из украины слышали такую группу заходили какую руку с орками чукчи а так вы смотрели наши ролики о такой уже знаете что ваш сын в плену да когда а какой то добрый у вас человек выставил его это я был и мы уже спасибо вам за это смотрите если вы хотите поговорить своим сыном мне нужно согласие на запись и публикацию этой беседы вы даете согласие на запись и публикацию даете пока там у вас облака привет привет приветик вот так можно говорить как у вас дела нормально вот все ждали пока ты появишься в эфире ну мы знали раз тебя выставили в пленах значит скоро будет эфир понятно папа что там делать а ничего только с работы пришел не знаю на улице где-то ясненько ясненько сестры брать брат что там на работе ну вот повестка не пришла нет слава богу прячь его не надо я на самом деле не надо как повестка придет рвить чтоб до него не доходило конечно говорят что не будет больше мобилизации говорят одно на самом деле она не останавливалась она и не останавливалась мобилизация я как и как обычно что со мной живой скоро дома насколько насколько скоро не знаю но скоро я тоже не знаю да давай приду выкопаю в огороде окоп и буду там жить чтобы меня не нашли наше государство там где ты смотрела про чучу короче на ее на youtube канала и в фсб фсб тоже ждем домой этот день придет погода когда на улице холодно это меня нет дома появилась будет лето жара солнце ясно рассказывать больше нечего по возможности тогда если будет такая возможность я напишу или вам напишу сейчас секунду повисеть могу отключаться все ладно люблю вас сильно сильно все до встречи спасибо довольны что я плохого делаю и не знаю клевета красный крест клевещет возможно так аккуратно выбирайте слово возможно возможно не клевещет просто я у вас мало знаю так хорошо или плохо ну про чуть-чуть она смотрела ну походу да если говорить они там поетов вы шарит смотрят что-то всякие разные видео очень будет интересно домой попасть и посмотри а связаться со мной будет интересно хватит силы и смелость а на ржаване вы что-то плохое сделать я думаю нет ну и я думаю что с вами можно общаться ну вот скажите всем людям которые смотрят что когда вас обменяют у вас хватится смелости со мной связаться я свяжусь свяжемся обязательно ну мой номер есть потому что мы же звонили вашим это важно ну это номер то есть она не сотрет она не сотрет надо не будут подписаны в руку из прикола я просто знаю кто подписан на наш телеграм-канал и практически все все жены и родственники пленных с которыми я связываюсь все подписаны на на наш телеграм-канал скоро я возможно создам группу будем делать глобальный клуб рассерженных брошенных брошенных кинутых там много давайте еще прилагательных насыпем давай ты ты 3 ты 3 прилагательных брошенных обманутых давайте два кинутых обманутых россия создавать такую группу или не создавать короче по традиции у нас военнопленные у вас два штуки поэтому если хотят обращаются к своим землякам а вы походу земляки или не обращаются с пожеланиями там идти воевать не идти воевать там что-то делать что-то не делать я бы не советовал сидите дома работайте сидите дома с детьми и женами не ходите сюда не слушайте его херово история сидит дома придут заберут издавну надо давай по-другому 5 для прятаться тоже не вот что туда делает избегать этого избегать избегать избегайте кто победит в этой войне неизвестно ваш вариант мне кажется будет политически все что будет политически перемирие как они мне не будет тогда не знаю не могу сказать но вы знаете как вы отступали харьковской области черниевская область в киевской области как вы отступили из херсона отовсюду вообще размера украины представляет если на карте смотрели какая когда урала примерно и украина откуда и как и докуда грубо говоря от курска хорошо давайте буду не очень в километрах слева направо сколько ваша страна сколько полторы на полторы группы ну а ваша страна сколько там 10 на 7 по-моему 6 или на 8 ну чё такое показатель вообще расстроили ради интереса да ради вообще интереса вообще не вопрос чтобы вообще расстроились и поломались мне такая аватарка я вашим стучал с такой аватарка короче рассказываю вот это украина вот это ваша херня это украина вот это ваша херня наши военные уже начали обстреливать вашей территории а вот эта большая херня за 14 месяцев ничего не может сделать маленький независимое строение как вы думаете будет перемирие нам добрала идти не надо наши военные спецслужбы сделаю так что вот эта вся большая херня развалится превратится в множество курская народная республика они хороший план что у вас пошло не так вторая армия мира нихрена не может сделать конь не в ту сторону просто скачет какой бой в россии похоже на коня скачущего в сторону америке людей конь ну вот его как бы это голова рот чуть по-другому я знаю что в плену наркотики запрещено нет нет карту россии другую откройте пожалуйста там прямо на четко ясно на коня похоже короче пони идет не туда я бы так сказал я не вижу здесь короче коня я какого-то там конь конь комиков посмотрите он там каждый день смотрю не может по воле можно чуть не за можете увидеть что хотите он там но любит он платит за рекламу не не надо на телефон новый денег так ладно все короче классические оккупанты которых бросили кинули они сами это сказали еще в самом начале беседы под угрозой или тюрьма или расстрел они воюют им подфортила потому что они пять месяцев пашу прошарились получили по по сути побольше чем миллион рублей по закрывали свои там долги кредиты сейчас у них по идее флайтовой версии они вернутся и будут типа типа будут как-то мало того оба два говорят что свяжутся я буду это контролировать ну как контролировать не свяжутся это опыт я свяжусь и обещаю если бы не было таких как ты 30 человек которые мне в лицо и в глаза смотрели и говорили я отвечаю там кровь зуба там шею так все блатной был короче у него фамилия плохих я жду пиши мне он типа по понятиям но не сидевший планка до этого сидел у него там звезды были короче там забиты там говорит вообще вопросов нет я обещаю дед и обещу обещать их тебе приедет это вместе давайте по виде связи позвонит это будет короче лучше для меня подарок так курить будет так вы по крайней сигарете так что мы плохого дела по версии красного креста ничего плохого я не увидел с вашей стороны не знаю мне кажется мне наговаривать может быть они думали что вы нас запугиваете тем как записывать видео логическое и мы говорим то что вы хотите не то что на самом деле то что типа вы нам навязали и можно навязать 700 человеком что-то не почему хорошо как как это себе представляет не во-первых зачем завели в темный угол рассказали как должен рассказать человек зачем не знаю может у вас какие планы есть это это образно я просто я за своей точкой зрения вижу что нормально как должно быть просто они думают по-другому а как им доказать что все не так посадите так они были они видели как мы записываем сезон интервью они бегают от нас прячется красный крест а человек ну потому что они такие не знаю он скажите долго вообще находиться бы вы знали ко мне вопрос это с той стороны должны это вас ну про вас вообще не знали что вы в плену то есть если бы вы не сделали звонок если бы я плохой чувак с вами не побеседовал ваша бы жена еще честно бы месяц два-три сидела бы получала бы зарплату карточка дню не получил а потому что тогда же поставить когда мы пропадаем либо убивают либо убивают но сразу ставят в ученые еще не знают они сообщают а они не сообщают то почему не сообщают почему я не знаю говорят типа нет тела нет дел не сообщать но да я про это я говорю что она бы так бы и сидела бы ибо по телефону бы говорил командир что он где-то на позициях воюет с ним нету связи смысл в том что они с командирами тоже не могут связаться нету связи то есть родные даже без понятия как мы что вот мы позвонили если мы позвонили все когда не знаю оттого что-то быстро куришь да я и всех гораздо хуже то есть ты быстрее скуришь и результат будет такой у него короче я это хочу сказать а а